Время, когда процессоры AMD, невзирая на их достоинство, попадались только в откровенно бюджетных моделях, осталось позади, и новинка отлично иллюстрирует перемены. Дизайнеры Huawei черпают свое вдохновение понятно где, но пожурить их за это даже не хочется. Ни по качеству материалов корпуса, ни по механике MateBook 13 совершенно не уступает MacBook'ам. Пока остальные производители соревнуются за минимальный вес, пренебрегая прочностью шасси, Huawei согласилась сделать ноутбук потяжелее. Он весит 1,31 кг, зато производит впечатление монолитного изделия. Даже вечная болезнь других компактных ноутбуков, гибкие клавиатуры и тачпад здесь решена, они лежат на прочном основании. А вот традиционный тест на MacBook, ноутбук Huawei не прошел. При открывании крышки приходится придерживать корпус второй рукой. Huawei MateBook 13 предлагается в двух цветах – серебристом и серый космос. Оба выглядят благородно и опрятно. Больше всего MateBook 13 походит внешне на просто MacBook с 12-дюймовым экраном. Apple свернула эксперимент с этой моделью, а вот Huawei решила, что все-таки смысл в ней имелся и, кажется, не прогадала. Габариты MateBook 13 задает экран с диагональю ровно в 13 дюймов и отношением сторон 3 к 2. Набор интерфейсов небольшой, тут MateBook близок к источнику вдохновения. Есть только два USB Type-C и миниджек для гарнитуры. Причем только один из портов USB, если быть точным, то левый, рассчитан на зарядку ноутбука, а для внешнего монитора годится только правый. В комплекте с лэптопом идет адаптер, через который можно запитать устройство и одновременно подключить что-нибудь еще, но воспользоваться выходами HDMI и VGA, которые тоже есть на переходнике, уже не получится. Как следствие, пользователям внешних экранов в любом случае останется только один свободный USB разъем. Новый MateBook получил стереодинамики, но довольно тихие и резонирующие на высокой громкости. А вот что в MateBook 13 действительно хорошо, так это клавиатура и тачпад. Клавиши в меру упругие и очень приятно нажимаются, а на тачпаде панель покрыта в меру цепким и в меру гладким стеклом, которое гарантирует идеальный трекинг курсора и прожимается с приятной тактильной отдачей. Кнопку включения с интегрированным сканером отпечатков создатели MateBook 13 вынесли в пространство перед экранными петлями, благодаря чему удалось сохранить полную ширину функциональных клавиш и освободить место для клавиши Delete. Huawei не успела воспользоваться свежими процессорами Ryzen 4000 серии с ядрами Zen 2, изготовленными по норме 7 нанометров. Вместо них новинка получила 12-нанометровый чип прошлого поколения Ryzen 5 3500U, впрочем это по-прежнему актуальное предложение, которое отлично подходит ультракомпактным ноутбукам по всем рабочим характеристикам. Четыре ядра и размах тактовых частот от 2,1 до 3,7 ГГц в рамках термопакета 15 Вт. Что не менее важно, системы на чипе Ryzen могут похвастаться весьма серьезным интегрированным графическим ядром. В данном случае это Radeon Vega 8. Благодаря мощной встроенной графике Huawei смогла обойтись без дискретной видеокарты, в то время как родственная модель MateBook 13 на платформе Intel с процессорами Core i5 и i7 10-го поколения получила дискретный видеоадаптер NVIDIA начального уровня GeForce MX250. По оперативной памяти все неплохо, особенно для модели с процессором AMD. Она получила 16 ГБ скоростной оперативки DDR4, в то время как синяя версия MateBook 13 располагает 8 ГБ системной памяти LPDDR3. Объем накопителя при этом одинаковый. На обе версии установлен SSD стандарта NVMe на 512 ГБ. Huawei, даром что у компании не такой большой опыт в создании ноутбуков, подготовила очередную, очень удачную модель. Да, компромиссы неизбежны. Здесь слабое антибликовое покрытие, маловато портов, но очень хорошее время автономной работы. MateBook выдерживает примерно 4 часа вебсерфинга или просмотра фильмов при умеренной яркости. При этом ноутбук получил корпус с прекрасно продуманной эргономикой, экран очень удобного для своей диагонали формата, отличная клавиатура и тачпад. К тому же MateBook 13 AMD метит в лидеры по быстродействию среди по-настоящему компактных ноутбуков. Эта модель подходит не только для пассивного потребления контента, но и для в меру требовательных рабочих задач.